Доброе утро всем! Не знаю, как у вас, у меня утро, время 8 часов, прикиньте, я села снимать мукбанг в 8 часов. У меня просто сегодня есть дела, я решила позавтракать, и в 10 мне уже надо по делам. Сегодня у нас такой завтрак, блинчики, банан, блинчики, кстати, я приготовила сама. Не спрашивайте, во сколько я встала, я еще не спала, всего 3 часа, всего 3 часа, прикиньте. И нутелла, остался у меня один такой соус 100 островов, решила его тоже захомячить, так скажем, и давайте приступим. Так, хочу блин. И хотелось бы мне немножко высказаться по одной теме. В общем, вчера я ехала на метро, у меня были срочные дела, и быстрее всего было поехать на метро. И я встретила двух своих подписчиц в метро. И это со стороны было очень некрасиво, просто хотелось бы высказаться. Девочки начали тыкать в меня пальцем, что-то хихихать. Хотелось бы высказаться. Если вы сейчас меня смотрите, девочки, это безумно некрасиво. Вы можете ко мне не подходить, сделать вид, что вы меня не знаете и так далее. Но хихихать, фотографировать, угорать, показывать пальцем, это, поверите мне, это очень некрасиво. Девочки такие подростки, наверное, лет 10-12. Честно, я себя почувствовала как-то некомфортно. Ладно, там еще хихикать и фотографировать, ладно. Но показывать пальцем, потом вот так вот шушукаться. Возможно, они думали, что это как-то незаметно они делают, но поверьте мне, все на вас смотрели. Ммм, как это вкусно. Прям кайф. Давно я не ела блинчики, посмотрите, какие классные. Это по рецепту мамы. Оставлю вам в фокусе рецепт. Он набрал 2 миллиона просмотров. Даже больше, по-моему, 2-100. И если даже вы, как я, вообще не умеете готовить, вообще, от слова совсем. Если вы будете строго соблюдать пропорции, поверьте мне, и у вас получится. Идеальные блинчики. И давайте поотвечаю на вопросы. Вопрос задает Жайна Мурадова. Жайна, вам огромный привет. Добрый день всем. Я хотела кое-что узнать. Ютуб каждый день дает деньги или месяц, один раз или год. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь. Я написала, что я отвечу обязательно в видео. В общем, насчет зарплаты у нас. Нету такого, что ты получаешь зарплату в год один раз или... Или каждый день. У нас все, так же, как и у обычных, там, не знаю, людей, которые работают в супермаркете, тут, там. Мы получаем зарплату один раз в месяц. Это 21 число. 21 числа у меня всегда садится зарплата. И это не только у меня, так, вроде как, насколько я знаю, это всех ютуберов. Но 21, например, ноября я получила зарплату октября. То есть зарплата немножко опаздывает. Ну, как немножко, на 21 день. То есть 1 числа мы не получаем сразу зарплату. Если вы хотите получать деньги сразу, вам нужно подключиться к партнерской программе. Тогда вы можете сразу прям получать свои денюжки. Но это тоже, знаете, как происходит. Партнерская программа просто из своего кармана вам выдает зарплату. А затем уже те деньги, которые вы получаете, они кладут к себе в карман. Там тоже схема такая. Ну, я, если честно, не советую пользоваться никакими партнерскими программами. Это 2005-2010 год. Сейчас уже все это развивается. На твой любой вопрос ютуб отвечает. Зачем тебе платить какой-то процент партнерской программе? Ты сейчас подключишься, потом не сможешь отключиться. В чем они тебе помогут? Я, конечно, могу ошибаться. Но просто я говорю за свой выбор. Это знаете как? У вас появляется какой-то продюсер, например. И вы отдаете 20% от своего дохода этой компании. И когда у меня была проблема с каналом, мне они сказали такую причину, которая не являлась правдой. То есть они утверждали, что у тебя проблема с каналом из-за того, что ты ставишь хэштеги. А на самом деле это было не так. Проблема была совершенно в другом. Я сначала поверила, но потом я написала в техподдержку, там мне подробно описали мою проблему. В общем, мало того, что они забирают у вас деньги, так и они свою работу не могут выполнить на все 100%. То есть если у вас какие-то проблемы с каналом, не факт, что они смогут эти проблемы решить. Вот я к чему. То есть если вы подключаетесь к партнерской программе, это не застрахует вас от потери канала, от каких-то проблем с монетизацией и так далее. То есть просто лишние 20% вы отдаете кому-то. Я опять же говорю чисто за себя. Когда доход выше, по-моему, где-то 4 тысяч долларов, они чуть-чуть снижают процент. Но в любом случае, я считаю, что, например, лично мне никакой продюсер, помощник, никто не нужен. Будет время, что-то сниму. Не будет, не сниму. Просмотры меня мои устраивают. Если бы, например, партнерская программа начинала бы с тобой с нуля. Например, у тебя нулевые каналы, они вместе с тобой, там, не знаю, подают идейки, чем-то помогают, тогда я могу понять. А другое дело, партнерские программы пишут только тем каналам, которые уже достаточно развились. Ты уже зарабатываешь. И только тогда они представляют тебе помощь, как бы, естественно, не бесплатно. Например, если взять продюсерские центры, которые берут на еждевение артистов, они как бы берут неизвестных ноунеймов и делают из них звезд, вкладывают в это деньги. А что делают партнерские программы? Ничего. Просто ставят за тебя хэштеги и за это там хотят 20% твоего дохода. У меня раньше был другой канал. У меня раньше он был на азербайджанском языке. И вы знаете, он очень хорошо шел, так как в то время в Азербайджане именно азербайджанско-говорящих блогеров было очень-очень мало. То есть, дела шли прям супер. Но мне написал представитель партнерской программы Эйр и говорит, давайте я вас подключу к партнерской программе. Будете зарабатывать намного больше и так далее. Я поверила, подключилась. А потом я захотела отключиться и мне сказали, что это невозможно. Хотя, скорее всего, это было возможно. Просто мне так сказали. Я решила, да ну нафиг, заброшу этот канал. Я пожалела тогда. Именно поэтому я вам рассказываю. Как бы такие моменты тоже есть. Это не все так просто, как кажется со стороны. Вот так вот. Следующие комментарии. Вообще, много комментариев было под прошлым видео, где я сказала, что ни маме, ни бабушке не понравился подарок на день матери. И многие писали о том, что как такое возможно, почему, как такое возможно, бедная Айка, почему они сказали, что подарок им не понравился. Мне хотелось бы высказаться. Я абсолютно не обижаюсь на то, что им не понравилось. Я не обижаюсь, когда люди мне говорят, что мне подарок не понравился. Особенно, если это близкие люди. мы же не чужие люди друг к другу. Тем более, подарки я купила не на рынке, а в нормальных магазинах. Поэтому, в течение 14 дней спокойно можно все это поменять. без никаких проблем. Без всяких заморочек. Мама пока что просто вернула вазу. Выберет что-то. Она хотела купить кофемолку. У нас черная пятница, везде распродажи, супер цены. Мама вошла в магазин и к ней ни один консультант так и не подошел. Народу дофига. Консультантов тоже можно понять. Они бегут за клиентами, которые, например, хотят купить холодильник, хотят купить супердорогой какой-то айфон. И тебя даже никто не обслуживает. Потому что ты покупаешь кофемолку за 1000 рублей. Кому ты сдался? Не знаю, замечали ли вы, но я точно замечала. Когда ты покупаешь что-то дорогое, все консультанты все, давай, пытаются помочь. А если ты покупаешь что-то маленькое, консультанты с такой неохотой тебя консультируют. Ты такие, ааа, забей, не бери, не советую. Ну, наверное, это как раз таки человеческий фактор. Самая большая мотивация работы для человека это заработная плата. А если ты купишь какую-то большую вещь, естественно, процент с продажи тоже будет большой. Поэтому, наверное, им невыгодно консультировать людей, которые покупают какую-то мелочь. Тем более, дофига людей распродажи и так далее. В общем, на этом все. Я наелась, обожжалась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.